Девушки отдыхают Владелец собственного бизнеса авиаперевозок Дружила со многими зарубежными и отечественными звездами Но в последние годы была особенно близка с Никитой Джигурдой и Мариной Анисиной Людмила Браташ была крестной мамой детей эпатажной пары 15 февраля этого года 56-летней миллионерша была найдена мертвой В своей шикарной квартире на западе Москвы После смерти Людмилой Никита Джигурда предоставил суду завещание По которому все многомиллионное состояние бизнес-вумен должно достаться детям актера Все это время младшая сестра Людмила Браташ Светлана Романова Пытается оспорить данное завещание и считает, что актер нагло подделал бумаги Чтобы завладеть состоянием умершей, которое оценивается, внимание, в 800 миллионов рублей Они ее держали, как пауки, они же не отпускали ее Они привозили все, то есть спиртное Она отказаться не может Там была еще и какая-то рана на виске Я предполагаю даже, что это Марина все придумала Это очень страшно Это страшно сердцу, не физически Сегодня в программе пусть говорят Впервые родная сестра Людмила Браташ расскажет детали таинственной смерти миллионерши Почему после кончины сестры между ней и Никитой Жигурдой началась настоящая война И какую роль в судьбе почти миллиарда рублей играет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина Итак, сегодня первое официальное публичное интервью сестры Людмилы Браташ Светланы Романовой Она сегодня в нашей студии Примите, пожалуйста, наши соболезнования Я понимаю, что вы пережили настоящую трагедию И сейчас все это подкрепляется еще войной за наследство Итак, вы утверждаете, что завещание, которое предоставляет и показывает на каждом шагу Никиты Жигурда Оно поддельное Я бы сказала так Это не война за наследство Война, которая у меня идет с семьей Жигурды и Анисиной Это борьба за правду На моей стороне закон, на моей стороне правда Что стоит за семьей Жигурды и Анисиной Мы все равно разберемся У меня хватит терпения, выдержки и сил Давайте по порядку тогда, Свет Как Никита Жигурда и Марина Анисина познакомились с вашей сестрой У которой, конечно, круг знакомств был самый обширный по всему миру С Мариной Анисиной и Людмилой познакомились в Париже Где-то так вот то, что мы сейчас видим Это я, Марина и Людмила в кафе в Париже 8 марта И давайте заметим, что на тот момент знакомства вашей сестры с Марией Анисиной В жизни Марины еще не было Никиты Жигурды Не было, не было Это появилось года через 3-4 Вот, Людмила, когда узнала о выборе Марины Она уважала ее выбор Это личная жизнь, это право Тем более, было радостно рождение ребенка Дальше было радостно рождение следующего ребенка Все в прямом эфире, мы помним это все происходило И даже ваша сестра предоставляет паре свой загородный особняк для свадьбы Внимание на экран Видишь, сколько этих самых... Так Уже не держат? Не держат, но уже вверх не держат А вот это держат, ты видишь Ай, цирк Дружба приобретает такой масштаб, что сестра, даже мы видим ее сейчас на кадрах, присутствует на венчании Марины Здесь на венчании моя сестра присутствует По каким-то причинам По каким-то причинам Ее нет нигде Ни на каких съемках в квартире на свадьбе Об этом может рассказать Куронов Водитель Водитель вашей погибшей сестры Про которого, извините, что все было понятно Никита говорит, что он один из соучастников преступления, который довел вашу сестру до алкоголизма и смерти Когда он приехал на этот праздник, он не нашел моей сестры Потому что с утра Джигурда подошел к ней, об этом рассказали гости Он налил ей рюмку водки На свадьбе? Да Не рюмку, а стакан Вот Выпить за их счастье Людмила больше на празднике не присутствовала Праздник состоялся без нее Она была не нужна Всегда нужно было пользоваться ее ресурсом Но без нее И вот что сейчас уже По прошествии времени Никита Джигурда заявляет На пресс-конференции, что оказывается Он был знаком гораздо раньше Марины Анисиной с вашей сестрой И познакомство произошло В Белоруссии на съемках картины Любить по-русски С такой люсенький братаж Я познакомился В Белоруссии в 1999 году На съемках фильма Любить по-русски У нас начался короткий роман А вот такой мы ее составали И застали 31 декабря на Новый год этот В распонаханном вие с исколотой Шприц нашли Вот за завещание Которое В 2010 году Это в Турции мы вместе отдыхали Она оттуда полетела в Америку В последние годы в жизни Никиты Потому что в фильмах мы его особенно не видим Но зачем с другой стороны Если 800 миллионов можно получить За такую прекрасную роль Которую он исполняет Мы видим в каком ужасном состоянии Находится ваша сестра Вы знали что с ней происходит Я могу прокомментировать начало истории 99 год Было бы любопытно узнать Где проходили съемки Фильмы Любить по-русски 99 год Лето мы провели во Франции Людмила снимала На Лазурном берегу особняк Приглашала семью Приглашала своих сотрудников Друзей Вы понимаете Мы с сестрой были очень близки Я знаю все ее истории любви Вы знаете Про Джигурдо в это время Не то что не слышно было И не видно И это было в принципе Как-то достаточно странно Потому что Людмила Людмила работала в свое время с музыкантами Она работала в центре Стаса Намина Огромный ему привет и уважение Простите Можно вас задать вопрос Я слышу как вы рассказываете Но все-таки Вы знали что с вашей сестрой Вы что-то предпринимали Чтобы эта болезнь куда-то делась или ушла Вы пытались ли оградить ее От тех людей Которые негативно действуют на нее И последний вопрос Почему Джигурдо У нее же ваши сестры наверняка были часто депрессии И может быть Джигурдо действовал на нее лучше чем вы Вы понимаете Людмила покоряла небо Летала Понимаете То что видно То что вот понимаете Это яркая сторона луны За ней была другая И неудачи И потери И неудавшаяся личная жизнь иногда Потом новые вспышки Новые таланты Извините вас У нее не было мужей И не было детей У нее не было детей Но в ее жизни всегда Были очень интересные мужчины Всегда Извините за вопрос Если мы сегодня лично Она не могла иметь детей Или просто не нашла того человека С кем бы Она хотела Иметь детей Создать Ну вы понимаете Что в молодости Действительно То что Джигурдо Уже предъявил На суд людям Была трагедия Вот Причем Ну Людмила Надеялась Что все таки Все таки у нее Что то получится Но Это не случилось Я не хотела бы Откуда он такие нюансы знает Если его не было в ее жизни Я не понимаю Просто у нас только Какие то факты Говорит Которые вы подтверждаете А получается что его не было В ее жизни Я расскажу вам об этом Как мы жили Людмила Она действительно Явилась Ну и среди женщин Она явилась Ну Звездой Еще и авиабизнеса Это редчайший талант Ее выдержка Ее Умение общаться с людьми Ее Умение общаться с чиновниками Пробивать задачи Которые знаете Редкий мужчина может Ну ваша помощь Своей сестре В чем заключалась Все время от вопроса Пожалуйста Выслушайте Это было так Я была младшей сестрой И я была замужем Мы были с семьей С моими детьми Понимаешь Очень корректно Все Понимаете Все наши истории И то есть Когда Когда бизнес Людмилы закончился Он Джигута говорит Что она продала Там Эта компания Не продавалась Она просто прекратила Своё существование Потому что Время другое пришло Потому что Появились конкуренты Более сильные Молодые Работоспособные Людмила Сняла сливки В этом бизнесе Она заработала Вы ни на один вопрос Не ответили Вопрос конкретный Ведь у Людмилы Давно было пристрастие К алкоголю Сестра подтверждает И не скрывает Что у Людмилы Было пристрастие К алкоголю Вы согласитесь Когда человек зарабатывает И у него состояние 800 миллионов Кого он будет слушать? Младшую сестру Что прекрати пить Точно у чужого человека Я просто сталкивался В жизни с алкоголиками И прошёл через это В своей жизни И могу сказать Что алкоголик Никого слушать не будет А алкоголик с деньгами Тем более Никого не будет слушать Если он не хочет лечиться Меня больше В данном истории Волнует вопрос Даже вот скажем Оставляя весь момент Джигурда даёт Пресс-конференции Джигурда говорит Что он собирался Даже жениться На Людмиле Настолько были близкие отношения Давайте посмотрим Часть этой пресс-конференции Внимание Я категорически Против развода В таком виде Потому что мы с Мариной Договаривались развестись тихо Два года назад Когда мы с Маринкой Договорились тихо развестись И я должен был стать мужем Людмилы Браташ Чтобы защитить её От того беспредела В которое она попадала Я ежедневно На коленях Молюсь Перед Анисиной Прошу прощения у неё За то что Не сумел Переиграть в мафию До того Как они её взяли в плен Интересный нюанс Что я становлюсь Невольным участником В всей этой истории Потому что Два года назад Нам на программу Звонит Марина Анисина И говорит Что я хочу развестись Никитой Джигурдой Но я должна срочно Дать интервью И я Бросая всё Перед Новым Годом Лечу В маленький Французский городок С тремя пересадками Для того Чтобы сесть напротив Марины Анисиной Которая через 15 минут Говорит Нет Я всё-таки Не готова К тому Чтобы сказать Что я развожусь За Джигурдой То есть всё-таки Что-то святое Даже если у них Был план Что они разводятся Он женится На братаж И таким образом Получает Как муж Всё наследство А не просто Как отец Её крёстных детей У Марины Ещё в ту секунду Остаётся Но что волнует Меня больше всего И скажите мне Ваш комментарий На всё происходящее Что даже сейчас Когда Джигурда И Анисина Развелись Марина Анисина Заявляет следующее Что она Тоже готова Биться за эти деньги Внимание на экран Что происходит Неужели Скажем так Если даже поделить Это Половина вам Половина им 400 миллионов Этим людям Недостаточно Для того Чтобы обеспечить Своих детей И Что скажете Света Вы знаете Мне достаточно удивительно Что люди Чужие люди Знают суммы Оперируют Какими-то Нулями Я никогда не знала Сколько денег У моей сестры Меня это не интересовало У меня была Старшая Сильная Сестра Которая помогала мне Если в этом Была необходимость Но Вы знаете На самом деле Я достаточно Самостоятельно Жила У меня Богатый муж Был Вот Что касается Людмилы На ваш вопрос Мошенничество Никто не предполагал Никита Он лицедей Он певец Он актер Он приезжал И развлекал То есть Вы опасны Сюда не было ничего Никогда Даже предположить Невозможно было До некоторого времени Когда сестра Начала беспокоиться Никита Явился к ней В гости Не на прошлом А позапрошлый Новый год Сказал Что ему Негде Не с кем праздновать Принес Бутылку вина На следующий день Начал разговор О том Не переоформить Ли французскую квартиру На ребенка Сестра его выгнала Всем друзьям Рассказала Что Никитоз Сошел с ума Я хочу сказать У меня был разговор С одной из подруг Людмилой Браташ Которая рассказала мне Извините Про личные качества Людмилы Чтобы вы понимали Она говорит Я приехала к Люде В ее французскую квартиру Люда оставила мне ключи Говорит Ты можешь пожить неделю Она говорит Я разбила два фужера Просто хрусталя У нее Вернулась Людмила И сказала Ты должна мне купить Ровно такие же фужеры Которые ты разбила Это просто говорит Про личные качества Что Люда была Не из тех Кто готов был Отписывать квартиры И даже друзьям Прощать разбитый фужер При том Что она оставляет Ключи От французской квартиры Вы считаете Что завещание Подложное Правда? Объясните Как на завещании Появилась подпись И печать нотариуса С Нью-Йорка В ту же самую дату Которого я как знаю Допрашивали Да уже в российском суде Я об этом завещании Узнала Знаете когда? 12 августа 16 года Это были последние Полчаса работы Нотариальной конторы Куда Джигурда Принес данный документ В принципе Его Специалисты Сразу оценивали Как фантик Я почему-то Не беспокоилась Потому что Если бы он принес Оригинал То Ну это сразу Мошенничество Это подтверждается И все Но у Джигурда Умен Хитер И он приносит Пока только копию Везде Оригинал Никто не видел Но главное Что в завещании Что текст Прошу учитывать мою волю В завещании окончательно Учитывая Что моя сестра Романова Светлана И водитель Дмитрий Куронов С их стороны Возможен подлог Шантаж Применение насилия То есть В завещании Идет речь Про то То есть Это как нужно Десятого года Мы же слышим Пока одну точку зрения Но если вы уверены В мошенничестве Идите в полицию Подавайте заявление На Джигурду На Анисину На Нотариуса Это уже все в работе Давайте мы сейчас Делаем короткую рекламу Сразу после нее Шокирующее видео Которое Никита Джигурда Выложил в сеть Спасибо, что продолжаете Нас смотреть Сегодня впервые На телевидении В нашей программе Светлана Романова Которая ведет войну Почти за миллиард рублей Наследство Своей покойной сестры Людмилы Браташ 56-летняя миллионерша Была найдена мертвой В своей шикарной квартире На западе Москвы 15 февраля После смерти Людмила Никита Джигурда Предоставил суду завещание Которое было сделано в Америке По которому Все многомиллионное состояние Бизнесвумен Должно достаться Детям актера Светлана Романова Пытается оспорить Данное завещание Считает, что актер Нагло подделал бумаги Чтобы завладеть Состояние умершей А также Последние месяцы Ее жизни Всячески спаивал Сестру Для того, чтобы Получить Все состояние Сейчас мы продолжим Но прежде я хочу Показать фрагмент Пресс-конференции На которой Никита Джигурда Объяснил Почему это завещание Было сделано в США Внимание на экран Людмила Браташ Будучи Главой элитной Компании Авиаперезвозок Эйли Эйр Зарегистрированной В Нью-Йорке В Америке В 1996 Этим объясняется Почему она написала Завещание В 2010 В Нью-Йорке В штате Манхэттен Там, где Зарегистрирована Ее фирма Почему в Америке И в Нью-Йорке Потому что В России Завещание Вносится В единую Компьютерную базу И мафия Отслеживает В Америке Она написала Завещание Только потому Что по законам Америки Нотариус Подписывает Завещание И хранит Его у себя Но по законам Того же штата Нью-Йорк Помимо нотариуса Должны быть еще Два свидетеля На этом завещании Подписи свидетелей Нет Поэтому Оно и оспаривается Потому что Только Людмила Рейнольдс Я не знаю Допрашивали ее или нет Суде Поставила свою печать А свидетелей Под этим завещанием Подписей нет Я понимаю Что самое страшное Что вам Наверное пришлось Увидеть О своей сестре Мы видели фотографии В каком состоянии Она была В новогоднюю ночь Это видео Которое снял Никита Джигурда В новогоднюю ночь Видео Сексуального характера Он и ваша сестра Как вы отреагировали На то Что он не постеснялся Выложить видео Которое мы даже Не можем показать Зрителям первого канала Где он не стесняясь Если дослушать Со звуком Совокупляется С вашей Сестрой Которая Как мне кажется Находится в невменяемом состоянии И вряд ли даже чувствует Что с ней делают В сеть Но это фактически Изнасилованием Тогда можно называть Самое страшное Что я увидела Это свою сестру В последний раз Все остальное Просто мерзость Нами поданы Все Заявления Соответствующие Для того Чтобы Привлечь его К уголовной ответственности По статье Съемка и распространение Порнографии То что моя сестра Находится В состоянии Как бы Не знаю Как это назвать Ни в каком Ни в каком Такое чувство Что Джигурда Готовился К этому всему И все Вот эти Видеозаписи Шприцы Которые он собирал Ну Тут мне кажется Очевидно Какой-то Давайте Давайте послушаем Что говорит Джигурда На пресс-конференции По поводу Этого видео Я изначально Сказал Что я Оккультным Актом Воскресил Люсю Которая Жить Не хотела Сам процесс Я же вам говорю Шоу С 10 утра Я начал С массажа С этой Я же поменялся Свечи поставил Тепло Мое Отогревал Я выложил ролик С Люсей Только потому Что Взаимоотношения Сексуально-духовные Джигурды И братаж Предназначены Для закрытого суда Господин Жорин Через чужой аккаунт Вбросил В замыленном состоянии И Вбросили Через сестру Светлану Романову И сам Идею Об изнасиловании И если бы у меня Чудом Не сохранилось Вот эта сцена Меня бы Сегодня не было Здесь Это просто Какой-то бред Света Джигурды Надо проверять Мне кажется Вообще Вменяемость Я понимаю Что Сейчас Вы Находитесь В этой квартире Где Провела Последние минуты Жизни Ваша сестра Я живу В Минске Но В то время Когда я приезжаю На судебные заседания Я нахожусь В этой квартире Страшно? Нет Со свечкой Обошли Несколько раз Коптила Страшным образом Давайте Перенесемся туда И вот Что вы рассказываете В квартире Вашей Покойной сестры Да Эта квартира Была куплена На мое имя В девятом году Понимаете Я знаю Здесь каждый предмет Вот здесь Вот Иконостас Моей сестры И фотографии родителей А это я Две сестры Я знала Все ее секреты И знаете Когда она ушла Ее нашли Она лежала В коридоре В спортивном костюме Упала Говорить про это Больно и сложно Там была Рана на виске Я потом поняла Откуда она взялась Потому что Первый раз Она упала Выходя из ванны И Вот это Страшное место Вот эти Гнусные Гнусные Совершенно Съемки Это все Имело место В этой квартире 1 января Этого года Тоже белье Смотреть было Чудовищно Просто Знаете Хотелось найти хоть какое-то Какое-то доказательство Что это неправда Что это не моя сестра Но к сожалению К огромному моему сожалению Все говорит о том Что он снимал мою сестру Понимаете Он хвалится Он гордится Этой мерзостью Мерзостью своего поведения Это чудовищно Это отвратительно Пикантные вещи Про которые безусловно Я в эфире говорить не буду Но доказательная база На изнасилование И на то Что это были неправомерные действия И она никогда бы на это не согласилась У меня есть С Никитой Борисовичем Мы будем разбираться долго Он ответит за все свои преступления Помимо всего происходящего Извините Во время пресс-конференции И интервью многочисленных Которые дает Никита Джигурда Он показывает Якобы письма Написанные Вашей сестрой Об угрозах Со стороны водителя Дмитрия Куронова 65-го года рождения Как якобы Сестра боится Вас О том Чтобы вы не приезжали Ну судя по почерку И ошибкам И Похоже что некоторые Написаны Не совсем В трезвом состоянии Как вы можете прокомментировать Я только вчера поняла Все До конца Вчера мы Имели с Никитой Борисовичем Разговор В суде Он талантливый человек Он талантливый актер Посмотрите Он посвятил Огромную работу Огромную работу Огромное время Для того чтобы Подслушивать Провоцировать Собрать материал Компромат То что он сделал С моей сестрой В январе Когда он ее вывез Сначала в свою квартиру А потом в клинику Он уже готовился В тот момент Он готовился Несколько лет К этому Как мы Но вот позиция Но вот позиция Жигурды На пресс-конференции Внимание После того как Сестра Людмилы Браташ Подала заявление В полицию О том что Жигурда С Анисиной Выкрали Ее сестру Везли В неизвестном Направлении Для того чтобы Подделать документы Написать Завещание И т.д. И т.д. И т.д. Я поднял Тогда шухер И принес В полицию Документы Бумаги Написанные Людмилой В клинике Ее выжигало Изнутри Чтоб вы поняли Профессионалы Сказали Ей кололи Наркотик Сильнее героина В десятки раз И давали Таблетки Манипулировали Но самое интересное Что в последнее время Почему сестра Забила тревогу Она не могла Найти Люду И выяснила Что Люда Оказывается Живет в квартире У Никиты Джигурды Последние месяцы жизни И плюс Я знаю Что вы достали Кадры На которых видно Как Никита Джигурда Вытаскивает Из квартиры Вашу пьяную сестру Внимание Вот эти кадры Мы видим С камер Наружного наблюдения Вы предоставили Я знаю Эти кадры полиции Да Что вам сказали Это он выводит Ее из своей квартиры 3 января Он ввел ее В такое состояние И вывозит ее В клинику Как потом Заявил сам Никита Джигурда Что сестра Немножко перебрала С алкоголем Поэтому он был Вынужден Вместе с ней Поехать В больницу Но самое интересное Что позже После осмотра Врачей Появилось видео Как ваша сестра В отличном настроении Вместе с Никитой Джигурдой И Мариной Анисиной Весело Продолжают Отмечать Новый год Внимание Вот пожалуйста Мы Находимся В любитой В любитой Клинике Люсенька Живая Ожившая Вообще Да А то есть Он благодетель Такой То есть Он даже Это снимает И выкладывает Как доказательство Своего Значит Великодушия Но хочу сказать Что каждый шаг В своей жизни Действительно Никита Джигурда Давно превратил В реалити-шоу И несмотря на то Что даже его Теперь уже бывшая Супруга Марина Анисина Иногда бывает В неприглядном состоянии Он тоже Не стесняясь Выкладывает это Ты больна алкоголизмом Отбери ручки Ручки Ты бреешь Отбери Я брежу Ты бреешь Я брежу Ты бреешь То есть Ты меня посылаешь Ты куришь траву С утра до вечера Я с утра до вечера Не курю Ты куришь траву Я курию по вечерам Я больна алкоголизмом Я курию по вечерам По вечерам Радость моя Но это же нормально Отвали от меня Вообще За это Отвали от меня Давай за это Ты алкоголик Да Ты алкоголик Ты не помнишь что ты говоришь на выпадение ты только что меня посылает выгоняешь собирай вещи и говоришь я сошел с ума потому что ты не помнишь я записал да я больной на всю голову я больной за какие вещи что я что я сказал говорим говорим говорит ну записывается говорит что я открыл это я отпускает что я сказал за базар отвечает за базар отвечает чем я оклеветал кого я люблю эту женщину но вы видишь она алкоголик и не хочет лечиться увы мне кажется что следующей жертвой связи с никита джигурдой может стать марина анисина потому что вот я вижу сейчас ее и мне кажется что она внутренняя зависима от этого человека я так не считаю марина сильная они работают в паре ну что сейчас мы сделаем еще одну небольшую рекламу далее в нашей программе человек который знает где находится подлинник завещания который пока еще не предоставил суду никита джигурда оставайтесь с нами спасибо что продолжаете нас смотреть сегодня впервые на телевидении светлана романова родная сестра 56-летний миллионерши людмилы братаж которая была найдена 15 февраля этого года мертвой своей шикарной квартире в москве после смерти людмилы никита джигурда предоставил суду завещание по которому 800 миллионов рублей должно достаться детям актера людмила была крестной мамой детей никита джигурды и марина анисиной светлана романова пытается оспорить завещание считает что джигурда и анисина подделали бумаги чтобы завладеть состоянием умершей во время рекламы к нам присоединилась директор никита джигурды антонина саврасова вот скажи пожалуйста а где ты была когда люся умирала ты живешь в минске взяла бы своего мужа и приехала бы к ней на новый год и никита бы к ней точно не пришел ты просто нагло брешь на никиту ты говоришь неправду хорошо скажите мне я даже вот готов полностью отрешиться но вот это видео сексуального изнасилования совершенно невменяемой женщины выложены в интернет я считаю это просто ну действительно за гранью добра и зла и оба сейчас не говорили я с вами в чем-то соглашусь что это да это за гранью добра и зла но дело в том что изначально это видео выложил не никита это видео выложено но никита снимал скажите я понимаю снять видео когда он привез ее в больницу я понимаю поместить ее на лечение вызвать делать капельницы которые ей нужны больше чем этот извините тантрический секс дело в том что люся сама его попросила насколько мне сказал никита потому что давайте вернемся к завещанию почему в завещании отсутствует подписи двух свидетелей которые требуются по факту по законам штату нью-йорк я не могу вот сказать так как я не знакома с конституцией нью-йорка но дело в том что на предыдущем заседании суда где я выступала как свидетель на стороне никиты приезжала нотариус с америки и она подтвердила это все и даже есть подтверждение то что пограничники что да людмила братаж такая гражданка она пересекала границу америки она находилась несколько дней так как она улетела когда завещание именно в тот момент когда завещание удостоверялась по датам да да давайте скажем что у людмилы сколько крестников у них не у нее не два крестника у нее пять крестников почему тогда именно этим двум крестником они я бы я согласился еще поверить в это завещание если пять-семь раз дать зенитеря можно я расскажу дело в том что в десятом году когда никита с марина если у себя не отдыхали в греции вот там потом миг анжеле было где-то полтора годика а эвочке было где-то полгодика и они купались в море и там очень никто говорит там море там идешь идешь там вроде тебе так по пояс потом раз резко яма проваливаешься и говорит я попросил что не ходите без меня а марина они пошли с люси вместе а марина эвочку подняла над головой и волна в этот момент волна и эвочку просто срывает волной и кто-то вот искупающихся берет эту эвочку поднимая за ногу вот и спасает таким образом ребенка вот и люся после этого так как она сказала что я я в этом виновата что могла бы девочка просто утонуть и она поехала и написала завещание вот на хочу сказать что сегодня у нас есть момент истины узнать как бланк с подписью людмилы братаж оказался в руках никиты джигурты дело в том что на программе у нас присутствует диана новосад которая и расскажет как бланк появился в руках у этой семьи встречаем диану диана и так расскажите нам всем как бланк с подписью людмила братаж появился в руках у марины и никита значит в 2010 году я работала личным ассистентом у людмилы братаж и я работала не только в офисе но и проживала у нее она планировала заниматься авиаперевозками хоккейных команд и предполагала что марина анисина поможет ей достичь определенных договоренностей в хоккейных кругах хоккейной федерации для вот достижения этой цели для этого ей был выдан пустой бланк незаполненный с подписью и печатью понятное дело что это достаточно рискованное мероприятие и были приняты ряд формальных предосторожностей чтобы на всякий случай этот документ можно нужно было переделывать либо перепечатывать как то вот что мы можем наблюдать в завещании этот бланк он устаревший он выводился из оборота поэтому по этому признаку можно было бы переделывать документ значит там были допущены ошибки в шапке и использовалась печать которая не использовалась в ведении дел то есть по этим признакам можно было бы если что-то договоренности какие-то не устраивали людмилу нужно было бы переделать передоговариваться хотела бы сказать о том что она была очень требовательна аккуратно внимательно и местами даже очень скрупулезно к оформлению всех документов даже личные письма она дома перечитывала несколько раз чтобы они были точны и корректны естественно не допускалась никаких грамматических ошибок даже оформление отступы она все это очень отсчитывала и следила поэтому вот то что мы видим на завещании и в такой форме и с такими данными паспортными которые вы видите это паспорт внутри российский с какой стати на международном документе писать данные этого паспорта этот очень выходитесь в обществе людмилы вот вы знаете я после того как поработал у нее я уехала обратно в минск а существует английский текст вот этого завещания мы существует вы его видели я его не видела более потому что заверял я насколько я понимаю заверял нотариус американский я его не видела более того в десятом году на краске нотариус вполне возможно не разговаривает и не пишет по-русски я вам открою тайну русскоязычный кстати зовут его людмила этого нотариуса но тем не менее по аналогии законодательством должна существовать вторая копия на английском языке что это если американский нотариус она должна знать правило что два свидетеля должны подписывать завещание поэтому вопрос что подписывала или мы можем сомневаться в том что людмила может быть также как многие здесь сегодня купила свой диплом да и берет деньги за то что просто ставить печати еще лучше мы увидим скоро секс-видео людмилы с популярными актерами в интернете сейчас в этой студии появится татьяна ильчук последние годы жизни людмила братаж дружила с ее семьей что расскажет нам татьяна встречаем ее добрый вечер татьяна вас тоже насторожило завещание которое мы обсуждаем сегодня и видим его на экране я сразу хочу вас поблагодарить что вы правильный тон взяли защиту так я так за кулисами смотрела людмилы силу жизненных обстоятельств мы с мужем он одноклассник люси практически последний с одиннадцатого года были в тесных дружеских отношениях и счета они сина джигурды с 14 года я могу и рассказать по каким обстоятельствам они были в ссоре с люсей и они не общались и вдруг где-то в 18 где-то примерно числах декабря пятнадцатого года звонок на ребята это самое вот на этой рождественские елки и вот это ледовое шоу в котором участвует марина анисина ребята давайте сходим сразу вопрос люсь а вы что с анисиной помирились а она говорит это сам при встрече я вам все скажу но мы на это шоу не сходили 11 числа позвонила нам эта самая света и у нас крик души говорит ребята где люся что с ней у кого люся если можете помогите найти это было 11 января этот звонок прозвучал от светланы да 11 января так сказать вы находите люсю люси говорит что я не хочу общаться с сестрой и я мне короче когда мы ее нашли по своим каналам я написала у меня в телефоне есть смс на джигурдо что мы знаем где вы находитесь пока это самое пусть люся это самое со мной свяжется буквально через 10 минут люся вышла на свят и вот состоялся этот разговор а чему вы удивляетесь у нее не было никого рядом приехал джигурдо своей женой привез выпить развеселил ее и можно человек никита джигурдо на конференции внимание я приезжал инкогнито дабы не предупреждать куроново и же с ним о том что мы будем и заставили люсю братаж вот в таком издалека показываю распанаханом видео как мы заставали ее не единожды в экскрементах вонь в квартире я три ночи подряд днем и ночью когда врачи ставили капельницы людмиле братаж ухаживал за ней как за ребенком ибо она была синего цвета вы представить себе не можете избитая с со следами удушения и я уговаривал ее чтобы она разрешила вызвать полицию она говорила не надо полиции убьют и нас и детей всех убьют возникает вопрос а случайно ли смерть вообще я прокомментирую нет таня молчит говорит света сдал тише старый сказочник джигурда придумал ужастик к людмиле в квартиру войти было невозможно чтобы ее так застать потому что охрана внизу и двери всегда закрыты у него не было входа в квартиру это во-первых во вторых я приношу прощение я не ответила действительно на ваш вопрос который пояснил бы последние наши годы наших отношений а в тринадцатом году умерла мама мама болела тяжело это страшная опухоль людмила не приехала не как бы последние дни ее навестить и людмила не приехала на похороны я так устала от этой от этой болезни от того чтобы следить за мамой что вы понимаете я имела право на нее обидеться и сказала знаю что когда тебе понадобится моя помощь я тебе всегда помогу но участвовать с тобой в увеселениях с джигурдой я запрещала ей пить понимаете вот человек с этими наработками вот то что она потеряла потеряв бизнес вот это вот гэп вот это вот вот дырка да вот пустота она пряталась в алкоголе чтобы не думать об этом потому что не случилось не мужчины еще 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 подождите потерпите пожалуйста все вопросы по делу будут к адвокатам светланы которые сегодня вместе с ней на этой программе ну что сейчас еще одна небольшая реклама далее в нашей программе адвокаты светланы романовой которые утверждают что никита жигурда и марина анисина украли кредитные карты с которых снимали деньги людмилы братаж а также почему семейная звездная чета решила развестись оставайтесь с нами еще раз всем добрый вечер светлана романова впервые на телевидении родная сестра погибшей миллионерши людмилы братаж 15 февраля этого года в своей шикарной квартире на западе москвы сразу после смерти никита джигурда предоставил завещание по которому 800 миллионов рублей и все движимое и недвижимое имущество отходит его детям людмила братаж была крестной его детей светлана оспаривает завещание и доказывает что оно поддельное во время рекламы к нам присоединились адвокаты светланы романовой кира касьянова и татьяна бочарова андрей можно я внесу поправочку свет а почему ты не говоришь что люси нашли с черепно-мозговой травмой квартире почему же потому что про это буду говорить угол о которой она ударилась потому что про это говорит что-то проваливали а эксперты понимаете не я буду говорить профессионалы в общем она была но это не было явно насильственная смерть понятно что кто-то и подливал давайте мы вернемся к адвокатам почему никита джигурда не предоставляет оригинал завещания но мы полагаем что его просто нет в природе потому что как только в суд попадет оригинал завещания по нему уже вчера назначена судебно-техническая экспертиза документа и естественно экспертиза установит что подпись и печать на завещании сделаны ранее чем туда впечатался текст у нас нет в мнение для того чтобы сделать это завещание ну какую-то юридическую создать для него вид действительности везде предоставляются очень хорошие цветные копии и апостелированные послушайте кто-то консультирует никита джигурда с образованием артистическим вряд ли бы так глубоко бы копал с мариной категориста и чтобы узнать все тонкости этого дела машка скажите пожалуйста без двух свидетелей с вот этим вот старой печатью вообще она имеет ли силу вообще дело в том что с точки зрения законодательства штата нью-йорк мы обратились к специалистам штата нью-йорк у нас уже есть заключение специалистов о том что это завещание ну завещанием не является но здесь оно не действительное в принципе в таком виде но ведь нужно было в суд прийти и создать впечатление действительности поэтому в прошлое судебное заседание была приглашена вот это вот нотариус людмила рейнгольд которая ну с нашей точки зрения там в общем-то активно врала и ее вранье как мы это выяснили оно не соответствовало законодательству человек может и дома написать завещание но у него должно быть обязательно два свидетеля и обязательно чтобы эти два свидетеля дали в суде показания то есть для того чтобы это завещание было действительно по законодательству соединенных штатов америки нужно решение суда и только среши на решение суда ставится апостиль и только такое завещание мог бы исполнять нотариус в российской федерации скажите меня зачем мы в этом городе следствие давайте следствие обратить что джигурда у нас мошенник следствие и что тоже пока программу пусть говорят не сделаешь следствие будет делать вид что никого нельзя запросить никто не приехал людмила рейнгольд вы тоже вот так адвокаты изображаете да но давайте понимать где мы находимся и когда на кону 800 миллионов какие деньги приносится в виде взяток всем окружающим вокруг андрюша ну пусть ответят на ваш вопрос кто учит джигурду я его хорошо знаю со студенческой скамьи он это сочинить из своей фантазии не может не может обратите внимание на стилистику тогда вопрос светлане наверно кто-то стоит за никитой когда я подала заявление 5 января пропаже моей сестры мы поехали в крылацкое отделение полиции я оттуда звонила джигурде они синой они си на мне ответила ты опоздала мы уже все переоформили это было при присутствии полицейских я у нее спросила марина я не понимаю чем ты говоришь я ищу сестру где моя сестра вы понимаете они ссылались на какого-то полковника с петровки потом какая какие какие-то генералы то есть какая-то вот эта мафия пока про который он говорит какие-то угрозы это понимаете вот этот бред который эту страшную сказку которую он сочинил потому что допустим я преследовать джигурду не собираюсь я очень хочу чтобы он ответил перед законом получается что если будет доказано что завещание поддельное то это уголовная ответственность то есть это уже не съемки родов на видеокамеру и прямой эфир а у меня вопрос от адвоката к адвокату а у вас есть предприятие конечной вот как можно или сейчас это неподдельное завещание это фельдкина грамота да это не фельдкина грамота это реальное завещание наверное она в этом тоже участвовала без марины обратите внимание стилистика документа с восклицательным знаком с орфографическими ошибками там они есть да с фразой завещаю имущество во всех странах мира да ну неужели брата аж не знала не знала о том где у нее имущество компания которая принадлежала братаж поэтому мне сразу это бросилось глаза да причем здесь печать компании на завещание что в это время это компании уже не существовало у меня вопрос возникает всю программу сижу и думаю вы говорили что там колят и и поют и и он говорил тоже все это как-то не подожди очень так все размыто ведь это серьезная уголовная статья до доведения до смерти сможет не до смерти она не сама покончила она сама умерла кто ее довел до этого состояния есть какие-то доказательства велось ли расследование конечно что мы об этом вообще ничего не сказали хочется понять никакого дела людьми все делят деньги да во всяком случае хотя бы был последний эти моменты с ней рядом что он убийца и что он способен там довести кого-то там поить колоть это мукости вообще а это обвинение серьезные андрей сидеть в эфире первого канала и рассказывать о том что кто-то кому-то наливал там кто-то кого-то спаеву она умерла от алкоголя от каких-то наркотиков правильно смотрите дважды проводилась проверка первый раз по заявлению светланы светлана также подозревала что людмила умерла не своей смертью однозначно поставлена точка в данной ситуации проведены все возможные экспертизы кроме того на всякий случай запретили вывозить тело людмилы не было оно захоронено на родине оно здесь в москве соответственно ни одна экспертиза не выявила наличие даже мельчайших остатков каких бы то ни было таких веществ о которых говорит джигурда кроме того джигурда повторно написал заявление и повторно возобновили проверку еще раз провели необходимые все допросы исследования однозначно постановлено об отказе возбуждения уголовного дела каком основании он это утверждает конкретно героин он это его фантазии и домыслы ни одного документа нет подтверждающего что вообще присутствие осталось уже две минуты до конца для чего тогда эта семейная пара оформляет сейчас развод если все-таки мы понимаем что они работают в паре и это их совместный проект они уже развелись просто дело в том что вот этим же постановлением из материалов проверки выделены материалы в отношении в том числе джигурды и онисина и их водителя проводится проверка на предмет их причастности к совершению двух эпизодов хищения и одного эпизода мошенничества это официальный документ который был представлен судебное заседание украдены вещи документы ценности и карточки украдены были из сейфа у людмилы первого января они исчезли в последующем в интернете уже есть кадры о том как джигурда с водителем снимаются этих карточек деньги вот это именно и есть второй эпизод хищения имущества а третий эпизод связанный с мошенничеством именно будет проведена проверка и расследование по по составлению подложенного завещания а вы не вам не кажется что все его поведение ведет к тому что он объявит себя недееспособным сумасшедшим и снимет себя но немножко такая игра для того чтобы вывести из под удара марину анисину потому что когда все вот это вот скроется благодаря нашей работе в том числе до возникнут вопросы с точки зрения уголовного законодательства марина анисина всегда спокойно скажет что я тут ни при чем вот это все сделано для этого шумиха и в органах во всех сми сейчас идет есть продолжение всей этой истории мы будем следить за развитием ситуации светлана мужество берегите себя и своих близких